Итак, мы начали изучать первую группу слов, окончание которых при остановке меняется на суккун. Мы сказали, что это слова, последняя буква которых огласована одной из трех огласовок. Теперь давайте рассмотрим частный случай. Это слова, последняя буква которых огласована одной из трех огласовок или имеет тенвин дам или кясор, а предпоследняя буква – буква мадда. Давайте рассмотрим примеры таких слов. Вот они перед вами. В каждом из них последняя буква огласована одной из трех огласовок или имеет тенвин дам или кясор, а предпоследняя буква является буквой мадда. А теперь разберем каждый из этих слов. Последняя буква этого слова огласована даммой. При остановке мы убираем дамму и ставим суккун, следуя изученному правилу остановки. А теперь разъясним, почему мы выделили такого рода слова отдельно. Дело в том, что при остановке на подобном слове, помимо суккуна, над последней буквой появляется дополнительный мадда, то есть удлинение на предпоследней букве мадда. Это удлинение может быть длиной в две огласовки, четыре огласовки или шесть огласовок на выбор чтеца. А сейчас я потяну на четыре огласовки. И последний возможный вариант – шесть огласовок, то есть вот так. Каждый из этих вариантов верен. Единственное, что нужно принимать во внимание, это то, что во время одного и того же чтения вы должны от начала и до конца придерживаться одного выбранного варианта. То есть, если вы начали читать и при остановке на подобных словах делаете мадда на две огласовки, то вы должны продолжать его делать во всех подобных случаях, пока не завершите ваше чтение. То же самое и с четырьмя и шестью огласовками. Для простоты давайте договоримся, что в подобных случаях мы всегда будем делать удлинение на четыре огласовки. Прочитаем пример еще раз. Остановимся с суккуном и сделаем удлинение на четыре огласовки. При остановке ставим суккун над последней буквой. Далее смотрим на предпоследнюю букву. Это буква уау мадда. А значит, мы сделаем мадд на четыре огласовки. Следующий пример. При остановке заменим кясру буквы нун на суккун. Предпоследняя буква слова буква элиф мадда. Делаем мадд на четыре огласовки. Следующий пример с танвином дам. При остановке заменяем танвин дам на суккун. А также тянем букву мадда на четыре огласовки. Последний пример. Давайте остановимся на этом слове. Нужно убрать танвин кяср и поставить вместо него суккун. А также протянуть букву мадда. Молодцы! Давайте прочитаем примеры урока еще раз. Каждый пример по два раза. В первый раз читаем так, как будто мы собираемся связать это слово со следующим за ним. А второй раз читаем его так, как оно будет звучать при остановке на нем. Наста'ину. Наста'ину. Наста'ин. Йу-мину-на. Йу-мину-на. Ту-каз-зи-бан-и. Ту-каз-зи-бан-и. А-ли-мун. А-ли-м. Ка-ри-мин. Ка-ри-м. Итак, давайте резюмируем. Если нужно остановиться на слове, последняя буква которого огласована одной из трех огласовок или имеет танвин дам или кясар, а предпоследняя буква является буквой мадда, то необходимо поменять огласовку или танвин последней буквы на сукун, а также удлинить предпоследнюю букву мадда на две, четыре или шесть огласовок по выбору. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Е.